Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. И в данном видео мы обсудим, как мошенники предлагают инвесторам компании Агам вывести деньги. Наверное, вы уже видели вот этот сайт, assetworld.com, на котором утверждается, что создатели данного сайта якобы готовы возвращать деньги инвесторам компании Агам. В центре экрана мы здесь видим выполнение финансовых обязательств, выплата денежных средств участникам компании Questa World и Atlantic Global Asset Management, оформившим вклады до 2017 года. ANAS, управляющий фонд Asset World, создан на базе Questa Holdings для реализации инновационных решений по управлению капиталами компании Questa World и Atlantic Global Asset Management для покрытия требований участников и акционеров этих организаций. Мы знаем, как век информационных технологий, развитие систем искусственного интеллекта и быстро растущие вычислительные мощности определяют вектор решения многих проблем, с которыми сталкивается человек через новые возможности. Ой, как мудрёно всё написано. Учитывая эти факты и признавая свои ошибки, мы нашли способ разрешения сложной ситуации, в которой оказались наши компании, входящие в холдинг Questa Holdings Incorporated. Они, видимо, забыли, что вместо Questa Holdings вообще-то уже сейчас Questa World работает. Используя самые передовые и высокотехнологичные системы по расчёту и управлению финансовыми потоками, мы открыли возможность обеспечить финансовое благосостояние сотням тысяч людей. Да, 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 да. Да уж, рассказывайте про финансовое благосостояние. С 2017 года 630 тысяч человек ни копейки вывести не могут. И, ну, а внизу знакомые логотипчики, только почему-то кривые. Atlantic и Questa World. Куда подевались логотипы Leonora Swiss Consulting и Favince Asset Management, непонятно. Как видите, на самом верху экрана указан московский номер и написано «Контактный центр». Инвестору из Казахстана по имени Талгат позвонил молодой человек с московского номера, представился Алексеем и стал рассказывать, что они готовы помочь в выводе средств из компании Агам. Талгат, разумеется, понял, что имеет дело с мошенниками. Весь разговор он записывал и при этом старался сделать вид, что он действительно очень заинтересован в выводе средств и готов даже отправить туда свои деньги. Давайте послушаем. Очень интересно этот разговор наблюдать. Вообще, если вам будут звонить с подобными предложениями, я рекомендую установить специальное приложение для записи разговора. При желании это приложение включается автоматически, когда начинается разговор. И при этом запись получается высокого качества. Все хорошо слышно. Ага, комиссию банку заплатить. Так а вы вычтете комиссию из той суммы, которую вы вводите. Вот и все. Ну а насчет страховки, что же это за дурацкий такой банк, где каждый перевод нужно сопровождать страховкой? Но если брать страховку, страховка вам возвращается. Если, ну, в принципе, затраты, это только комиссия банку, которая не возвращается. Ну, маловато, короче, там не так много, да? На затраты? Да, да. Нет, 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 там формально, я же говорю. Ага. Хорошо, смотрите, я сейчас так заставлю. А это, это вы с Москвы же, да? Допустим, у меня если телефон сейчас отключится, да? Вы перезвоните мне обратно? Если у вас телефон отключится? Да. А вас как зовут, чтобы я знал это? Алексей, Алексей. Алексей, да? Ага. А, это, что надо делать? Я вам сейчас скажу. В принципе, вы, я так понимаю, подтверждаете, да, то, что вы будете проинформированы о том, что будут небольшие затраты, и для вас это не проблема, правильно я понимаю? Нет, нет, не проблема, нет, нет, не проблема, конечно. Вы человек, я так понимаю, платежеспособный, правильно? Да, да, да. Хорошо, я тогда подаю запрос на финн отдел в Гонконг. Прямо финн отдел в Гонконг, охотно верю. Похоже, мошенники очень пристально следят за сообщениями Александра Кэсли, и раз Кэсли говорит, что новая компания будет в Гонконге, значит, звонить надо в Гонконг, да. Вот, мне сейчас скажут, что там у вас получается с учетом дивидендов, плюс вам компания предоставляет моральный ущерб, да, то есть у вас там довольно-таки неплохая сумма должна набежать. Давайте сейчас я свяжусь с Гонконгом, в течение 10 минут я вас наберу. Хорошо, хорошо, хорошо. Все, давайте, будьте на связи. Будем, да. Алло. 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 Да, 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 да. Александр, да? Алексей. А, Алексей, извиняюсь, извиняюсь. Я слушаю, слушаю. Почему вы не берете? Я, я, этот, чай пил. Чай пил. Так, вас плохо слышно. Вы можете связь настроить или что, ближе, там, к динамику? Алло. Алло, да, вот так вот отлично слышно. Так, смотрите, долгат, сумма у вас с учетом дивидендов и с учетом морального ущерб. Запишите себе. 11, 300, 77. 77. Да, это та сумма. Да, да, что там. Это доллар или евро? В долларах, уже в долларах. Мы работаем раньше, работали в евро, теперь мы работаем в долларах. Отлично. Так, смотрите, давайте теперь перейдем к обитательным условиям. У нас у вас есть даристочки и ручка сейчас? Я сейчас, да, вот эту бумагу приготовил, да? А, приготовили, все, отлично. Записывайте первое. Давайте. Вот, это активация, регистрация вашего счета, да? То есть это те затраты, о которых я вам говорил. 200 долларов. Регистрация, пишите. Активация. Регистрация, напишите. А, регистрация. Да, регистрация. Ага. Рядом пишите 200 долларов. 200 долларов. Вот, вот, а в скобочках пишите возвращается. Так, мы готовы тебе заплатить 11 377 долларов, но сначала ты должен нам послать 200 долларов. А вычесть 200 долларов из 11 тысяч мы никак не можем. Не-не-не, ты должен нам новые денежки послать. То есть это значит то, что после того, как вы получаете свою компенсацию, после того, как вы отчитываетесь о том, что вы получили все копеечка в копеечке, это значит то, что эти 200 долларов, они будут храниться на вашем торговом счету и вы сможете вывести себе обратно, если не захотите с нами торговать. Если вы хотите сотрудничать с нами, значит будете работать на них. Понял. Написали, да? Понял. Вот, продиктуйте, что вы первое написали. Первое, регистрация и 200 долларов возврат там, сколько, сколько. Возвращается. Да, да, да. Да, возвращается. Вот, второе, это комиссия со стороны банка, комиссия для оформления перевода. Вот, то есть вы должны будете оплатить сверху, да, то есть банку. Небольшую комиссию для того, чтобы вам деньги оставили из Гонконга. Там есть вся банка, пишите. Да, написал. Написали, в скобочках пишите, не возвращается, то есть то, что вы оплачиваете комиссию, вы конкретно оплачиваете услугу банку. Эти деньги вам не возвращаются. Понятно. Вот, и третий шаг, это страховка вашего перевода. Вы просто пишите страховка, и в скобочках пишите, возвращается. Да, то есть смотрите, вам нужно будет приобрести страховку, для того, чтобы банк дал вам гарантию на сохранность во время перевода средств. Да, то есть были такие ситуации, когда мы в Казахстан переводили деньги. 149 тысяч долларов. Да, 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 да. Охотно верим, они кому-то там переводили 149 тысяч. А 86 миллиардов никому вы там не переводили? Получается такая ситуация, что деньги застряли в России. Или это хакерская атака, либо же это мошенническая операция с стороны банка. Да, произошла какая-то, но после этого банк отказывается брать на себя ответственность за перевод без оформления страховки. Понимаете? Да. Вот, то есть вы эту страховку можете забрать потом на следующий день, после того, как получаете компенсацию, либо же если вы все-таки будете торговать с нами, вы ее можете, вы можете ей пользоваться почти полтора года. Отлично. Да, хорошо, вы скажите, у вас вопросы есть какие-то на данном этапе? Ну, это, как теперь это, деньги это получить-то? Ну, смотрите, давайте первый этап у нас. Первый этап это на регистрации вашего счета. Вот вам каким способом будет удобнее провести активацию пополнения вашего торгового счета? Даже без... На 200 долларов. Без понятий даже. Как я это делаю? Ну, 200 долларов вам нужно положить на ваш торговый счет. Я вам предоставляю реквизиты, уже вы по реквизитам проводите оплату. Предоставляете мне финансию вашего перевода. Вот у вас деньги наличными сейчас, либо же на банковской карте, либо же на банковском счету? Да-да, банки же, да, у меня с собой нет банки, да. Ну, на карточке, правильно, на банковской? Да-да-да-да, на карточке. Не, у меня на банке счет есть и на карточке есть. Ну, там на карточке не так что-то. Не так просто на карточке? Ну, да, я могу это перевести на карточку, потом уже... Вот, и с карточки провести оплату, правильно? Да, можно, да. Ну, смотрите, да, это минимальный снос у нас получается, минимальный депозит в размере 200 долларов. 200 долларов это для вас небольшие деньги, я понимаю? Нет, нет, это небольшие. Для вас это будет не проблема. Хорошо, вы, Каспи Голд, пользуетесь карточкой? Нет, нет. А какая у вас карточка банка? У меня Народный банк. А, Народный банк, так. Вы с Народного банка сможете провести оплату по реквизитам на 200 долларов, это получается 78-79 тысячи деньги? Да-да. Вы ранее проводили оплаты? Ну, да, да, конечно. Хорошо, вы скажите, а вы WhatsApp-ом пользуетесь? Пользуюсь. Если я вас добавлю в WhatsApp со своего корпоративного номера, я отправлю вам реквизит. Вам сколько понадобится времени для того, чтобы предоставить мне квитанцию? Ну, сегодня это уже у нас вечер, и банк закрытся у нас уже. Так, а ваши деньги на карточке, у вас есть онлайн-банк, вы можете это сделать с онлайн-банка? Онлайн-банка, но никогда не пробовал, чтобы онлайн-как перевести. А, хорошо, тогда смотрите, еще есть такой вариант. У вас с наличными такие деньги есть? Нет, у меня наличные нету, у меня счетки на банке есть. Ну, я вас понял, что... У меня с собой это просто мелочи для расходов, там карманные расходы же. Заходил, банкомат далеко от вас находится? Да, прилично, прилично. Ну, хорошо, смотрите, вам нужно обналичие 200 долларов, это 79 тысяч сенье, для того, чтобы провести оплату и предоставить мне квитанцию. Хорошо. После этого я занимаюсь остановлением перевода. Можно это? Это, Алексей? Да. Ну, у нас сегодня уже ветер, это... Утром я начну вот это... Можно так сделать? Ну, смотрите, давайте. Удобно мне просто утром, это как раз удобно будет, потому что сейчас вечер, я никуда из дома уже не выйду. Хорошо, договорились. Я утром завтра с вами свяжусь, как прийду на работу. Я работаю с 8 часов по Москве. То есть это по вашему времени 11 часов будет. Да, у вас 3 часа разница, правильно? Ага, понял. Вот, так что я как только прийду на работу, я с вами обязательно свяжусь, и мы с вами продолжим. А это... Это... Имейте в виду WhatsApp, вы меня сейчас реквизиты кинете, и я по этому реквизиту вам отправляю вот это для регистрации, да? Да, 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 да. Вы по реквизитам проводите оплату, и главное, мне понимаете, главное не 200 долларов ваши, а мне главное, чтобы вы предоставили квитанцию. Квитанция это есть подтверждением того, что именно вы получите эти деньги, а не кто-то другой, понимаете? Потому что были какие-то классы, когда я звонил просто человеку, он якобы, да, вот я звонил долгату, да, а там на самом деле не долгат сделал трубку. Да, 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 да. И понимаете, он оформил на себя перевод, гаденыш такой, и получилось так, что деньги мы отправили чужому человеку. Леша, или как там тебя? Вася Путкин, что за бред ты несешь? Если вы отправили деньги на конкретные реквизиты, во что, конечно, я не верю, что вы там кому-то что-то отправляли, то деньги придут конкретному человеку, на чье имя вы их отправили. Именно поэтому сейчас, с вашей стороны, мне нужна квитанция, а в квитанции уже будет понятно, что это вы есть действительно долгат. Понимаете? Понятно. А, это, Алексей? Да, да, да. А вот это, у нас вот это, когда закрылся вот этот квестер, эти, это, как его, лидеры же есть, наши лидеры же есть, лидеры, которые у нас деньги брали, вот они все исчезли, вот после этого нету связи, не было. А вот Москва же, это, у вас там центр, как это, через Москву же, Казахстан, у нас это был квестер как-то, да? Правильно. Да? Я вам так скажу. Вот центральный, да, вот этот, вы же центральный, да, наш. Половина ваших лидеров, это самые обыкновенные мошенники. Ну да, лидеры-то все мошенники, Алеша и его подельники, это кристально честные ребята. Да, вот они исчезли, и связи нет, и ничего нет, вот, хотя... Ну а что же вы от них хотите, что вы от них хотите, а они деньги в себе взяли и пропали с вашими деньгами. Но сейчас мы занимаемся этим вопросом, так что все будет хорошо, вы главное четко придерживайтесь тех инструкций, которые я вам буду предоставлять. Договорились. Я понял, понял. А это, как это, в Москве у вас это же, это офис, да, там есть, да, вот это, главный офис же, это КВС. КВС, да, наш, да? Главный офис сейчас у нас в Гонконге, это Китай. А, Гонконг? Китай, да, а я вам звоню из России, это Москва, русскоязычный отдел у нас находится здесь все верно. Поняли, в Москве, оказывается, есть русскоязычный отдел компании. Было бы неплохо, чтобы Толгат еще адресочек спросил. Те инвесторы, которые в Москве живут, наверняка захотят по этому адресочку прокатиться и лично с Лешенькой встретиться. И посмотрите в его честные очи. Тогда вот через вас же это все будет, да, вот это, как его? Да, да, я вас сопровождаю до момента получения компенсации. То есть, когда вы получите всю сумму, вы пишите отчет о том, что вы получили копеечка в копеечке. Вот, а то, что вы получили все деньги. Не долларом больше, не долларом меньше. Спасибо, спасибо, понял, понял. Что, что? Понял, спасибо, понял. Алло. Алло. Да, 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 вы пропали просто. Все, хорошо, тогда Толгат, я с вами все же завтра, как только прийду на работу, и мы с вами приступим к получению компенсации. Договорили? Ага, хорошо. Вот это, когда отправите мне, вот это, как его сказали, ватсап, ватсап. Я реквизиты уже вам завтра отправлю, как прийду на работу, а можно просто запрашивать, новое реквизиты будет. А, все, 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 понял. Все, Толгат, давайте, хорошего вечера вам, если будут вопросы, до завтра, до связи. Спасибо, спасибо, Алексей, спасибо большое. Пока что, не за что. А, все, 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 понял, 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 спасибо. Алло, Алексей? Да, 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 я слушаю это. Сейчас я это, банк пойду, банк это. У вас деньги наличными, либо же у вас на банковском счету? Нет, банки я на карточку, попрошу, чтобы на карточку перевели, и там же. А, смотрите, смотрите, вы знаете, срочные денежные переводы, знаете, что такое? Вестерн юнион, золотая корона. Нет, Алексей, я в этом ничего не понимаю, я там попрошу. Прошу это, девчат, банки, вот, чтобы они переводят. Да, смотрите, смотрите, мы с вами сделаем таким образом. Вы просто придете в банк, как банк вас называется? Народный банк. Секундочку. Да, 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 смотрите, вам не нужно будет переводить на карточку, и потом еще с карточки делать перевод. Вы просто обналите сейчас сумму, да, 80 тысяч тенге. Вот, и скажите, что я хочу провести деньги по вестерн. Вестерн юнион, я вам напишу, как называется, либо же золотая корона, там, что у них есть. Вот, я вам просто предоставлю реквизиты. А это, Алексей, вот, сейчас это, ватсап, вы меня кинете, да, вот это, как его, куда надо? Да, 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 реквизиты. Да, 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 реквизиты. Я напишу вам, вестерн юнион, либо же золотая корона, вот, вы возьмите с собой паспорт обязательно, хорошо? Да, 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 да. Так, возьмите вот тот вот листочек, там, где мы вчера с вами писали три пункта. Да, да, хорошо, хорошо. А это, нет, вы же это сказали, что-то там, через вот эту карточку перекинуть, вот это, ватсап, это... А, ну, секунду, я сейчас поинтересуюсь просто, можно через карточку? Да, 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 ну, только побыстрее, пожалуйста, я уже это... Хорошо, хорошо. Нет, 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 смотрите, к сожалению, вы не сможете сделать перевод с карты банка Халык, с Народного, вот, так что вам нужно будет обналичить эту сумму, вот, и сделать перевод по реквизитам. Там ничего сложного нет, вы возьмите просто с собой паспорт, я вам реквизиты сброшу, вы подойдете и скажите, вот, хочу сделать перевод по таким реквизитам, Бестерн, либо же Золотая Корона. Все, понятно. Там сложного, абсолютно нет, ничего. Хорошо, смотрите, да, понятно. Это активация регистрация счета, я сейчас вам реквизиты высылаю. Да, да, это, Алексей, еще это, вопрос можно вот это? Да, да. Как я это буду, это, как его, да, как я получу деньги, куда мы это переводим? Мы с вами разберемся, либо же на банковский счет расчетный, либо же на банковскую карточку, либо же точно так, все срочным переводом. Нам для начала нужно вот пройти четко эти три этапа, вот, да, чтобы для начала это активировать ваш счет, далее оплатить небольшую комиссию банку за перевод, приобрести страховку, вот, и вы получаете уже тогда перевод. То есть, сегодня, в принципе, в течение часа мы это с вами сможем сделать, это не проблема. Все, понял, понял. Вы, главное, скажите, банк далеко от вас? Да, прилично, я, ну, я на такси поеду. Вы на машине? На такси поеду. А это, Алексей, а почему это, это, наш кабинет, я не могу там зайти, нет вообще, наш кабинет? Я объясняю вам, я объясняю, сайт сейчас другой, вы приедете после того, как оплату проведете, приедете, да, просто чтобы сейчас времени тратить, я вам покажу сайт. Да, то есть, там новый сайт, он специально создан для выплат. А, вот этот... Да, да, все старые счета, полностью все старые счета Квестер были арестованы и заморожены, заблокированы, понимаете? И доступа у вас к ним, ну, и у нас, и у вас к ним сейчас нет. Вы меня по времени сориентируйте толка, сколько вам понадобится для того, чтобы активировать ваш счет? А я сразу кабинет свой могу, да, зайти после, да? После того, как вы получаете компенсацию, да, вы пишете заявление о том, что вы получили все копеечка к копеечке, о том, что я вас сопровождал, то есть, о том, что Алексей Сакиров был вашим сопровождающим менеджером, вот. И я отсылаю этот запрос, это заявление уже на Гонконг, и с Гонконгом мне уже дают данные для входа в личный кабинет, то есть, логин и пароль. А вы уже входите на новом сайте под этими данными. На сайте assetworld.org в правом верхнем углу действительно есть кнопка кабинет, и если вы ее нажимаете, вы видите, здесь раздел личный кабинет. И якобы, если вы отправите этим товарищам, которые для нас, естественно, не товарищи, 200 долларов, то они откроют для вас новый кабинет, и вам туда поступят денежки из Гонконга. Если нашелся какой-нибудь умник, который им действительно отправил 200 баксов, то напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы получили взамен. Открыли ли вам какой-нибудь новый кабинет с 200 долларами, или ничего не сделали? Сначала мы разбираемся с компенсацией. После получения компенсации, если проще говоря, вы входите в личный кабинет, и у вас там будет 200 долларов ваших. А это, как называется сайт сейчас? Что-что? Сайт как называется новый? Я, Толгат, я вам все сброшу. Assetworld.org Assetworld.org Я вам все сброшу потом. Давайте, смотрите. Сейчас, чтобы мы успели с вами до 12 по московскому времени получить компенсацию, вы четко придерживаетесь всех инструкций, которые я вам предоставлю. Не переживайте, и до 12 уже получите ваши деньги. Договорились? Да, 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 понял, сейчас это... Вы, смотрите, ориентируйте меня по времени. Сколько вам понадобится времени, для того, чтобы приехать. Я хочу до банка. Да, да, это... У меня друг есть, который со мной тоже, он тоже вложил туда... А это уже хорошо, а это уже хорошо. Смотрите, вы пока что повремените с вашим другом. Для начала мы выплатим компенсацию вам полностью, и дальше перейдем к вашему другу. Договорились? Да, он... В общем, в порядке очереди. Да, он... Потому что я не могу просто вот браться за всех одновременно, понимаете, очень много работы, и нужно очень внимательно следить за этим делом. А, ага, понял. Договорились? Сколько вам понадобится времени, для того, чтобы доехать до банка? Час, час, а тело. А это час, ты и туда-обратно уже? Ну да, 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 там, быстрый такси же. Ну хорошо, тогда как оплатите 200 долларов, оставайтесь там на месте, я с вами свяжу сразу же. Договорились? А, это... Вы... В час минут 30-40 я вас наберу. Вы так и вызвали уже. Вы сейчас мне скиньте, пока у меня Wi-Fi есть, я это фото сделаю и там девчатам покажу, вот это, куда надо, да? Хорошо, хорошо, скриншот сделаете, да-да-да, хорошо. Договорились, давайте, ожидайте реквизит. Да, да-да. Алло, алло, да, Толгат? Да, что ж, что ж... Да, я просто вижу, что вы еще в сети находитесь, вот только что зашел проверить реквизит, и вы еще не поехали? Я сейчас выхожу, только это, там общаюсь с другом, с другом, с другом общаюсь, который тоже, это, инвестировал он тоже. Послушайте, послушайте, я вас прошу, давайте вы мне просто предоставите его контакт, и я с ним сам пообщаюсь, потому что вы там сейчас наобщаетесь вдвоем, Толгат. Я как специалист, я как профессионал, я его проконсультирую, договорились, сейчас давайте вы сосредоточитесь на том, чтобы получить вашу компенсацию. Если у вас есть какие-то сомнения, давайте я их вам развею, задавайте мне вопросы, что вас интересует. Да, либо же давайте не будем тратить время, чтобы я оформил вам перевод, чтобы вы сегодня получили свои деньги. Дальше вы мне предоставите контакты вашего друга, я с ним буду работать, договорились? Ага, это, друг беспокоится, он говорит, а если это кидало, вот там тебя кинет, там этот... Ну конечно, ну конечно, а что скажет друг, да, именно поэтому я скажу, что давайте я с другом буду сам общаться, потому что вы не являетесь представителями инвестиционного фонда, понимаете? Именно поэтому вы не сможете ему преподнести информацию так, как я вам ее преподнес, согласны со мной? Конечно, Талгат, ты же не сможешь развести своего друга так же профессионально, как это делает Алексей. Доверься профессионалу. Да, да, это... Просто это он говорит, спроси это в Москве, какой адрес у него, а то тебя кинуть могут говорить. Адрес какой у вас-то? Брестнинская набережная 12, ваша федерация. Талгат, смотрите, я вам отправил конкретно фамилию, имя и отчество Белетов Сергей Александрович. Если вы будете переживать насчет того, куда ушли ваши деньги, вы берете вот это вот имя, фамилию и отчество, идете в правоохранительные органы, идете в банк с правоохранительными органами, и они вам конкретно находят этого человека. Вы же видите, что я не так говорю, чтобы вы пришли кому-то деньги опять наличными передали, понимаете? Я вам конкретно дал фамилию, имя, отчество человека, чтобы вы понимали, что мы работаем на абсолютно прозрачных условиях. Понимаете? А, это вот только что, с которым кинули, это другой человек, не вы же, да? Нет, нет, но вы же не мне оплачиваете. Это наше корпоративное лицо, которое находится в Москве. На этого человека оформлен счет в банке. А, понял, понял. Так что вы можете не переживать, это все очень легко отслеживается, долго. Да, 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 знаю. Дайте мне номер вашего друга, запишу. Я с ним свяжусь, только, наверное, чуть позже свяжусь. Либо же проверим, может, что... Да, вот это тогда время не будем терять, я пойду тогда, это просто... Когда, через, там, час-полтора... Просто, ну, понимаете, ну, вы такие вопросы задаете. Да, это друг мне говорит, это ты куда идешь, что идешь, там. А, ну, 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 ну... Ну, так, Толгат, я прекрасно понимаю, но я говорю, что для начала нужно довести дело до конца с вами, только потом уже... Я вас наберу, в общем, я вас наберу через 30-40 минут, хорошо? Нет, 30-40 минут, это маловато будет, где-то час, час-30. Мне нужно, да, какой час-час-30, полтора часа вы говорите? Просто это, я там банки сделаю, и пока доеду сюда, до дома. А мне нужно обратно домой ехать, вы там прямо оставайтесь, мы с вами проведем три этапа, мы оплатим с вами комиссию, вы приобретете страховку, и прямо в этом же банке получите деньги с срочным переводом. А, все, 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 понял, понял, понял. Так что я вас... Так что смотрите, вам в одну сторону сколько ехать, минут 20? Ну, два... Нет, 30 где-то, я скажу, еще 30-35, наверное. Ехать в одну сторону, да? Да, да, да. Ну вот, хорошо, я вас наберу где-то через 40-45 минут, прошу, что там у вас, и будьте на месте. Возьмите этот листочек, там, где вы записывали себе три этапа, помните? Да, 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 хорошо. Разумеется, Талгат никому ничего не отправлял, попытка развода не удалась, и разговор закончился так. Талгат, я так понял, что вы никуда не ездили, можете уже не советоваться с другом, я закрываю ваше дело, Талгат. Вот, напишите имя и фамилию вашего друга, мы попробуем его еще развести, да. Если он в списках, с ним свяжутся и помогут. А вы убедитесь, что компенсацию действительно выплачивают. Ау, счастливчики, кто уже получил компенсацию, напишите в комментариях, кто действительно получил. Интересно будет на вас посмотреть. Уважаемые господа инвесторы, вас уже кинули один раз в квестере, а сейчас пытаются кинуть еще раз. Пожалуйста, не допускайте этого, не отправляйте мошенникам никаких денег. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков, всего доброго. Безграничные.